Гхи – это топленое масло, широко применяемое в индийской кулинарии. Оно проходит процесс очистки и ценится за свой вкус, однако статистика указывает на распространение сердечных заболеваний среди индийцев, даже при вегетарианском образе жизни. Потенциальной причиной такой тенденции может быть регулярное употребление гхи, богатого окисленным холестерином. В некоторых кругах гхи считается полезным продуктом, но множество исследований, в том числе опубликованные на NutritionFacts.org, подчеркивают возможные риски для здоровья, связанные с его потреблением. Рассмотрим подробнее, почему гхи может оказываться нежелательным в рационе. Во-первых, высокий уровень окисленного холестерина. Масло гхи содержит значительное количество окисленного холестерина, который может способствовать развитию сердечно-сосудистых заболеваний, включая атеросклероз. Окисленный холестерин особенно вреден, поскольку он может повреждать артерии, способствуя образованию бляшек и ухудшая кровоток. Во-вторых, способствование развитию хронических заболеваний. Исследования указывают на то, что окисленный холестерин, содержащийся в гхи, может участвовать в развитии различных хронических заболеваний, таких как диабет и почечная недостаточность, а также способствовать возникновению нейродегенеративных заболеваний, включая болезнь Альцгеймера. В-третьих, воздействие на мозг, повышенные уровни окисленного холестерина могут пересекать гематоэнцефалический барьер, накапливаться в мозге и способствовать воспалительным процессам и образованию амилоидных бляшек, которые ассоциируются с нейродегенеративными заболеваниями. В-четвертых, процесс приготовления и его последствия. Методы приготовления гхи включают нагревание масла до тех пор, пока не испарятся все водяные элементы, что приводит к увеличению содержания окисленного холестерина. Этот процесс может делать гхи более вредным по сравнению с другими жирами. В-пятых, потенциальное ухудшение липидного профиля. Регулярное употребление гхи может влиять на уровень липидов в крови, увеличивая уровень плохого ЛПНП-холестерина и снижая уровень хорошего ЛПВП-холестерина, что повышает риск развития сердечных заболеваний. В-шестых, оксидативный стресс. Окисленный холестерин в гхи может способствовать оксидативному стрессу, который связан с повреждением клеток и тканей, а также может ускорять процессы старения. В-седьмых, воспаление. Окисленный холестерин также может вызывать воспаление в организме, что является фактором риска для многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые заболевания и рак. В-восьмых, увеличение риска кардиометаболических заболеваний. Высокое потребление насыщенных жиров, таких как гхи, может способствовать развитию метаболического синдрома и инсулинорезистентности, что ведет к увеличению риска диабетных и сердечных заболеваний. В-девятых, способствование ожирению. Как источник высококалорийных жиров, гхи может способствовать прибавке в весе и ожирению, если потребляется в избыточных количествах. В-десятых, негативное воздействие на долгосрочное здоровье. Совокупность этих факторов может негативно сказываться на долгосрочном здоровье, увеличивая риск развития хронических заболеваний и снижая общее качество и продолжительность жизни. Таким образом, несмотря на популярность гхи в некоторых кулинарных и лечебных практиках, важно учитывать потенциальные риски для здоровья, особенно при регулярном и обильном употреблении. Сбалансированный подход к питанию, включающий ограничения продуктов с высоким содержанием окисленного холестерина и насыщенных жиров, может способствовать сохранению здоровья и предотвращению хронических заболеваний.